В торговом центре выходной прошла эвакуация всех сотрудников и посетителей. К счастью, это было частью тактических учений по отработке взаимодействия всех служб, спасателей, пожарных, правоохранительных органов и медицинских работников. Как они справились с поставленной задачей, расскажет Анна Троян. Загрестированное возгорание на третьем этаже помещения ресторана «Урюк». Звучит сигнал тревоги. Всем срочно покинуть здание. В ресторане на третьем этаже пожар. В считанные минуты на место прибывают сотрудники МЧС. Две автоцистерны, подъемник, спасательный автомобиль и 17 человек личного состава бросились на помощь полыхающему зданию. По прибытию первого пожарного подразделения было обнаружено задымление из окон третьего этажа. Было создано звено газодымозащитной службы для разведки пожара. Как мы все понимаем, что это учение. На учение привлекались, скажем так, минимальные силы. На самом деле, в случае реальной какой-то чрезвычайной ситуации, сюда будет привлекаться гораздо больше и пожарных машин, и спасателей. Это далеко не первая тренировка, которая предстояла спасателям, энергетикам и сотрудникам правопорядка. Оттого и действовали службы со знанием своего дела. Здание выходного обесточили работники Мособлэнерго. По эвакуационной лестнице пожарные прибыли к месту возгорания. Там они условно потушили пожар, после чего обнаружили пострадавшего мужчину. Далее приняли все меры, чтобы ему хватило кислорода до оказания первой помощи. И передали его в надежные руки медиков. Задействовано личного состава было 87 человек, в общем, если взять с районным звеном МОСЧС, 12 единиц техники. Сегодня присутствовали на тренировке представители торговых предприятий, которые реально посмотрели на эту тренировку. Они посмотрели на те недостатки, которые были здесь возможны. Потом они это все на разборе услышат. Соответственно, у себя на предприятиях они внесут коррективы. Безусловно, тактическая тренировка позволила узнать сотрудникам и посетителям торгового центра, как действовать и куда бежать при пожаре. А всем задействованным службам сработать, слаженно и максимально отработать все действия при возникновении подобной чрезвычайной ситуации. Службы практически все отработали на высоком уровне. Взаимодействие было достигнуто, отработано было оповещение по всем службам. Ну, недостатки, которые мы профессиональными взглядами тут посмотрели, выявили, мы отработаем на разборе. И учтем в последующем, дай бог, чтобы таких чрезвычайных ситуаций не было. Совсем недавно такие же тактические учения прошли и в торгово-развлекательном центре «Орбита». Подобные отработки всех служб продолжатся согласно плану на других социально значимых объектах, а также в жилых комплексах городского округа. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Продолжение следует...